Всем привет! В прошлом году я вам показывала, как вырастила из семян киви. В киви было у меня несколько саженцев. Что-то я высадила в теплицу, что-то ставила на подоконнике. И то, что было в теплице, я, ну, скажем так, ничем не укрыла. А так она у меня и зимовала. Я хотела проверить, пропадут саженцы, не пропадут. В общем, они у меня не перезимовали, потому что, скорее всего, были маленькие. Надо было хотя бы накрыть банкой, а я их не накрыла. Но два саженца я оставила на подоконнике. И они у меня зиму были такие полулысые у них. То отрастали такие маленькие листики, потом опадали. Из чего я сделала вывод, что просто киви полуспало. Так как в доме было тепло, то он вроде как и спал, и не спал. И вот с наступлением весны у него опять начали расти листики. Но, видно, в доме что-то ему уже не нравилось. Он так не сильно активно хочет расти. Вот, правда, снизу здесь, вот видите, пошли почечки. И я решила киви высадить, ну, опять-таки, в теплицу. На улицу не рискнула. Посадила в теплицу. Посмотрим, как он будет расти. Возможно, на зиму опять заберу в дом. Ну, пересажу что-нибудь побольше и заберу в дом. Два саженца, вот один саженец. И здесь у меня вот второй я посадила. Вот второй немножко отличается. Тут в почке ничего такого не растет. Ну, не знаю, если честно, не знаю. Хочу проверить, будет, не будет расти на Украине. Вроде бы растет в открытом грунте и даже плодоносит. Вот, ну, посмотрим, что у нас получится. Правда, из двух саженцев нет гарантии, что здесь будет девочка. Это, может быть, и мужские саженцы. Но я надеюсь, что вдруг что-нибудь, да тут и будет. А нет, так вырастим еще немножко саженцев. Будем экспериментировать. В принципе, мы ничего с этого не теряем. А проверить можно. Хотелось бы, конечно, мне оставить на зиму здесь. Может быть, я рискну. Может быть, оставлю на зиму. Ну, будет видно от того, как это киви у меня за лето нарастет. А читала, что киви первые два года растет медленно. Ну, проверим. Проверим. Пока вот я сегодня пересадила. Просто из горшка сюда перевалила. Полила. И будем за этим делом наблюдать. А там будет видно. Может быть, что-нибудь и получится. А не получится, ну, тоже опыт. Тоже будем знать, что значит ничего не получилось. Так что, если вам интересно, подписывайтесь. И я надеюсь, что я обязательно вам что-нибудь, да, покажу. Очень хотелось бы, конечно, чтобы это был положительный эксперимент. Ну, пока. Всем до встречи.